Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Построить выезд на федеральную трассу и присвоить парку статус особо охраняемой территории. Мэр Сочи встретился с жителями Макаренко. В сочинской школе присвоили имя заслуженного учителя Кубани. Торжественная церемония прошла сегодня. Регистрация не проблема. Военкоматы теперь смогут призывать в армию молодых людей без прописки. Сочинские спортсмены узнали секреты корейского боевого искусства. Мастер-класс по Тхэквондо для них провел известный тренер. Построить выезд на федеральную трассу и присвоить статус особо охраняемой природной территории самому большому парку центрального района. Мэр Сочи Алексей Копайгородский с рабочим визитом посетил микрорайон Макаренко. По словам градоначальника, проблем много и каждую необходимо решать сообща. Вместе с главами районов, правоохранителями и местными жителями мэр обозначил план действий на ближайшее время. Микрорайон Макаренко, улица Вишневая. В часы пик именно здесь начинаются многокилометровые пробки. Постепенно затор перемещается в центральную часть города, загружая улицу Конституции. При этом многие водители вовсе не стремятся в центр. Им необходимо попасть в Адлер или Хосту. Единственное решение – прямой выезд с верхней части Вишневой на трассу обход Сочи. Городское управление автодорог уже не раз обращалось с этой просьбой к собственнику палатна, однако в ответ приходил отказ. Они до сегодняшнего дня просто отказываются. Если они нам дадут... Вы же знаете, вы же сам руководитель служите в этом направлении. Если одна сторона другую не убеждает в своей правоте, то никогда ничего не получается. Если мы просто отправили письмо без утяжеления, конкретики, просьбы и без приложения количества жителей, которые проживают здесь, и они попросили власть оказать задействие, ну, конечно, тогда нужно реагировать. Обозначив пути решения дорожной проблемы, мэр Сочи отправился в крупнейший парк центрального района, который построили два года назад в честь 80-летия Кубани. Площадь сквера на Макаренко более 14 гектаров. Здесь расположились тропа здоровья, площадка с тренажерами и места отдыха. Местные жители полюбили парк и регулярно его облагораживают. Они просят мэра оградить зелёную территорию от строительства жилых домов и заведений общепита. Принципиально важная задача и задача губернатора Краснодарского края, приемного Ивановича Кондратьева, чтобы все парки, скверы, которые любят горожане, они всегда были накрыты зоной опыты, чтобы ни у кого не было соблазна где-то что-то сделать. Всё, что касается вопросов рекреации, восстановления здоровья, пожалуйста, пусть здесь будет спорт, пусть здесь будут восстановительные мероприятия, но строительство общепита здесь не нужно. Это вот место, поэтому должны быть такие парки. Пусть здесь люди занимаются спортом, бегают, ходят, дышат. Вот это самое главное. Также горожане хотят видеть здесь футбольное поле и детские площадки. Алексей Копайгородский поручил главе Центрального района проработать этот вопрос. Мэр Сочи отметил, что в парке необходимо установить дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения. Помимо этого территорию должны патрулировать полицейские или казаки. Мы понимаем, что здесь большинство домов – это многоквартирные дома. То есть люди выходят, им нужно где-то провести свободное время в нормальных условиях. И мы эти условия должны с вами создать. Микрорайон Макаренко – один из самых густонаселенных в Сочи. На данный момент здесь проживает порядка 60 тысяч горожан. Прирост населения требует развития инфраструктуры, в первую очередь социальной. В связи с этим Алексей Копайгородский посетил новый корпус 15-й гимназии, в который уже обучаются более 800 детей. Также мэр заглянул в гимназию 44 и поинтересовался у педагогов, необходимо ли чем-нибудь оснастить классы. Затем градоначальник совместно с главами районов и управлений встретился на традиционном сходе граждан с общественниками и жителями микрорайона. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Общение мэра с сочинцами длилось более двух часов. О чем спрашивали и что ответили, узнаем из следующего материала. Это была первая встреча нового мэра с сочинцами. На сход пришли более 400 человек. И, кстати, среди них были и представители других микрорайонов – Мамайки, КСМ, Завокзального. Пока Алексей Копайгородский осматривал улицы и образовательные учреждения на Макаренко, сочинцы общались с руководителями управления и департаментов муниципалитета, а также специалистами ресурсоснабжающих предприятий. На имя мэра горожане оставили 26 заявлений. Вопросов было много. И в основном все они проблемные. Например, говорили о неработающей ливневой канализации. Во время дождей дворы многих домов утопают в лужах. В микрорайоне много разбитых междворовых проездов. Скоро или такси не могут подъехать к домам. Были жалобы и у пожилых людей. Снесли остановку с города. И теперь у нас маршрут 43-44 не останавливается. А там у нас 6 домов, 6 этажных. Алексей Копайгородский пообещал, что автобусную остановку вернут. И это была не единственная проблема, которую удалось решить, как говорится, с колес. Но всех вопросов сразу не решить. Так жители попросили построить больше детских и спортивных площадок, которых не хватает в микрорайоне. Создать парковочные места у школ и поликлиники. Оборудовать пешеходные переходы светофорами и видеокамерами. Привести в порядок тротуары. Просили разбить в микрорайоне еще одну парковую зону отдыха, причем с бассейном. Говорили и о самых острых проблемах. Таких, как плохое водоснабжение, стихийные свалки, нехватка мест в детских садах и школах. И вот одно из предложений. Где ЖК раз, два, три, там есть место построить и сад, и школу. Пожалуйста, решите этот вопрос с землей, потому что он реально решаемый. Алексей Копайгородский заверил собравшихся, что муниципалитет сейчас активно ищет участки для строительства новых детских садов и школ. Проводится масштабная ревизия земли. Мэр пообещал, что все предложения горожан не останутся только на бумаге. Чтобы что-то сделать, нужно финансирование. Чтобы было финансировано, должен быть проектно-сменная документация, экспертиза. Вы сейчас поручили нам вопросы, это все оформляется, появляется документация, эти все процессы запускаются. Программа на 2020 год, 2021, 2023 год будет состоять из, конечно же, всех ваших поручений, всех ваших задач. Это все обобщается, и в итоге у нас получается такая рабочая карта. Мэр пообещал вновь встретиться с жителями Макаренко через месяц, чтобы рассказать, что уже удалось сделать. Кроме этого, Алексей Копайгородский намерен каждую неделю по субботам выезжать в один из четырех районов Сочи и встречаться с людьми. Создадут и общественные советы, которые будут контролировать исполнение наказов горожан. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Полувековой юбилей отмечает ведущий спортивный вуз края. 50 лет исполнилось Кубанскому государственному университету физкультуры, спорта и туризма. Педагогов и студентов со знаменательной датой поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич. За свою историю университет воспитал 30 олимпийских чемпионов и более 100 заслуженных тренеров России. За эти 50 лет поменяли страна и эпохи, но инфиз смог сохранить свои традиции и методики обучения, отметил глава региона. Я уверен, что сегодняшний университет физической культуры по своему духу, по своему содержанию, это та кузница спортивных кадров, не только с прославленными фамилиями спортсменов российских, а даже и мировыми фамилиями, известными всему миру, но и кузница тех учителей физкультуры, тех тренеров, которые сегодня создают спортивную славу нашей Кубани и России. И, коллеги, всем вам огромное спасибо, сидящим в этом зале, всех вас в первую очередь, с юбилеем нашего родного, я так и хочу сказать, инфиза, но на самом деле университета, это еще один праздник. ГУС начинался всего с одного факультета, это 50 лет назад, и всего училось 150 студентов. А сегодня, мы говорим, что студентов учатся 5,5 тысячи до момента в стенах университета физической культуры и спорта, а за 50 лет он выпустил 36 тысяч, ну скажем так, специалистов и прославленных спортсменов. Десятками, сотнями известных фамилий, признанных высоким спортивным мастерством во всей России и во всем мире, славится кубанский университет физической культуры и спорта. К этому юбилею университет подошел, очень хорошо подготовившись. Это известный во всей стране центр высшего профессионального физкультурного образования. Это альмаматор участников и победителей Олимпийских игр, победителей чемпионатов мира и Европы. Вся Кубань сегодня гордится успехами и рекордами выпускников вуза. Новых высот студенты во многом добиваются благодаря своим педагогам и тренерам. Именно они формируют будущих Олимпийских чемпионов, уверен губернатор. Все вы учителя, все вы повышенно тренеры, наставники. Любой учитель, он живет в своих учениках, как и тренер. Он живет в своих воспитанниках, в своих тех спортсменах, которые, неважно, достигли ли они высоких высот в спорте, либо просто остались хорошими людьми. Поэтому я хочу вам пожелать вот именно таких воспитанников, таких учеников. Наши выпускники работают во всех уголках нашей страны и нашего края. Мы гордимся этим. Особая гордость для нас сегодня здесь сидят спортсмены высокой квалификации, чемпионы мира и Европы, чемпионы Олимпийских игр, призеры Олимпийских игр. Преподавательскому составу университета вручили медали и почетные грамоты. Так, ректору ведущего спортивного вуза края Султану Ахметову присвоено звание «Заслуженный деятель науки Кубани». Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Ну а в детском саду поселка Кепша открыли спортивный зал. Еще здесь планируют открыть новую группу. Детский сад в Кепше построен в 1974 году. В те годы сюда ходили от трех до пяти детей. Сегодня их двадцать. Группа одна, потому разновозрастная. И тем не менее, все занятия проводятся полноценно. Вот только уроков физкультуры до сегодняшнего дня у ребят не было. Теперь, благодаря шефам-меценатам, в детском саду появился спортивный зал. До этого помещения у нас просто было закрыто, не функционировало, так как когда-то в этом помещении находилась школа начальная. Теперь у нас прекрасный спортивный зал, светлый, уютный, оборудованный. И наши ребята могут постоянно заниматься физкультурой в спортивном зале. Также мы можем проводить различные праздники в этом зале. Садик в Кепше – это филиал детского сада номер 117. Основное здание расположено в Красной Поляне. Там группы в разы больше. Проблема нехватки мест в садах сельского округа будет решаться и за счет филиала в поселке Кепша. Не буду скрывать, у нас детские сады переполнены даже в Красной Поляне, потому суда, думаю, если мы создадим условия, будут и привозить, и еще будет очередь. Главное – создать условия, люди это понимают, и не такое-то большое расстояние. Суда привозят не только от нас, привозят и из другого округа. И вот его реорганизация, реконструкция за счет привлеченных средств, могу сказать, небюджетных, помог предприниматель позволит садик даже расширить, может быть, до двух групп. Так, сейчас выскажем. О, молодец! Давай, кусочек отрежем вот такой, да, кусочек? О, молодец! Новому главе Адлевского района руководство сада озвучило и проблему. Дошкольное учреждение отапливается углем, но котельное не обеспечивает теплом все здание. Отопление у нас только вот в одной группе. В одной группе в спальне, то есть дети находятся в теплом помещении, а вот в спортивном зале сейчас установили кондиционер. И, конечно, хотелось бы, чтобы отопление восстановить, чтобы весь сад у нас отапливался. И тогда можно будет работать в комфортных условиях. С этим вопросом сотрудники детсада планируют обратиться и к мэру в случае на личном приеме граждан, который Алексей Копайгородский проводит каждую субботу. На контроле у местных властей и вопрос безопасности. В Кепше во время дождей уровень воды в горной реке поднимается до опасных отметок. Регулярно возникает угроза подтопления. Поэтому в преддверии осенних дождей здесь заранее расчистили русло реки, чтобы вода не дошла, в том числе и до единственного детского сада поселка. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В сочинской школе присвоили имя заслуженного учителя Кубани. Торжественная церемония прошла сегодня. 13-я школа на аренде теперь будет носить имя Бориса Гагина. На фасаде здания появилась соответствующая мемориальная доска. Борис Гарьевич умер в прошлом году в возрасте 68 лет. Всю свою жизнь Гагин посвятил воспитанию подрастающего поколения. Его педагогический стаж 40 лет. 30 из них он был директором 13-й школы. Идея была поддержана педагогическим коллективом единогласно и практически единогласно жителями микрорайонов. За эти 30 лет сын искал славу очень доброго, чуткого, отзывчивого человека, очень большого профессионала и педагога с большой буквы. Борис Гагин – заслуженный учитель Кубани, почетный работник образования России. Был депутатом горсобрания двух созывов. Награжден медалями за вклад в развитие города Сочи и признание почет сочинцев. Его помнят и по-прежнему благодарят сотни жителей города. Сегодня на церемонию открытия памятной доски пришли школьники, педагоги, ветераны, выпускники разных лет, представители мэрии и управления образования, а также семья Бориса Гагина. Его жена, дети и мама, кстати, тоже заслуженный учитель Кубани. Сын мой был обыкновенным парнем, обыкновенным мальчишкой. Воспитывался, мы любили жизнь в учительской семье, и он всему этому учился. И самое главное, вырос патриотом великой державы, нашей Родины, нашей отчизны. 13-я школа стала второй в Сочи, которой присвоили имя руководителя образовательного учреждения. 15-я гимназия на Макаренко носит имя первого ее директора Николая Белоусова, заслуженного учителя России. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 21 сентября в Сочи переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем 16-18 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 22. Сочи примет самый большой в мире форум журналистов. 21 сентября в Сочи откроется форум «Вся Россия». Детали предстоящего мероприятия обсудили сегодня в мэрии города. Глава Сочи Алексей Капайгородский встретился с председателем Союза журналистов России. Владимир Соловьев рассказал, что форум «Вся Россия» в этом году соберет порядка 2000 участников. В город приедут известные журналисты, общественные деятели, политики и предприниматели из разных регионов страны, а также зарубежные гости. Поэтому сегодня сочинский медиафорум можно назвать самым большим в мире. В этом году у нас очень значимый наш форум тем, что внутри нашего форума состоится заседание административного комитета Международной федерации журналистов. Это крупнейшая, самая большая в мире, самая уважаемая журналистская организация, в которую входит 187 журналистских союзов, то есть 187 стран мира. Алексей Копайгородский отметил, что «Вся Россия» – это одно из значимых для курорта мероприятий. В город приедут лучшие представители профессии. Все, что журналисты увидят, как проведут здесь время, об отдыхе и работе в Сочи они расскажут в своих регионах, в том числе в телеэфирах и на страницах своих изданий. Для нашего города честь принимать такое мероприятие. Мы все знаем, насколько правильно выстраивать диалог с журналистами, с представительностью местной информации, потому что только они могут правильно осветить деятельность любого уровня мероприятия. Мы постараемся создать условия, чтобы вы хотели на следующий год и на следующий год, чтобы это была фишка нашего города. Форум пройдет в Сочи с 21 по 27 сентября и станет 23 по счету. Запланировано более 100 мероприятий. Это мастер-классы, пресс-конференции, обучающие семинары и кинопоказы. Военкоматы смогут призывать в армию молодых людей без прописки. В Минобороны разработали поправки в положение о воинском учете. Теперь военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих. Об этом сообщают известия. Таким образом, оборонное ведомство, с одной стороны, исключит основной способ уклонения от службы в армии, а с другой – молодые люди, имеющие проблемы с регистрацией, получат шанс поступить в военный вуз. Новые правила должны вступить в силу уже в конце года. В Сочи открылась планета ресурсов. Так называется краевая акция, в рамках которой во всех районах курорта проходят ярмарки-вакансии. Возможности для трудоустройства и обучения сегодня представили 20 предприятий, 10 учебных заведений. И это только в Центральном районе. Накануне такая же ярмарка-вакансии прошла в Лазаревском. С начала года в Сочи трудоустроены 4,5 тысячи человек. Это 68% от общего числа обратившихся. Сегодня работодатели заявили более 200 вакансий. Нужны бухгалтеры, юристы, инженеры, повара и водители. Традиционно курорту требуются официанты, администраторы и культорганизаторы. Для тех, чья специальность не востребована, предусмотрены бесплатные программы переобучения. У нас сегодня организованы консультационные площадки с целью информирования наших граждан по вопросу бесплатного обучения, профобучения для женщин, находящихся в декрете, для граждан предпенсионного возраста. Также все желающие могут получить консультацию по трудовому законодательству и в рамках трудовых отношений. В рамках этих программ уже приступили к переобучению 19 молодых мам и 14 пенсионеров, желающих вновь выйти на работу. Узнать подробнее о возможностях трудоустройства можно будет 24 сентября. Во вторник ярмарка вакансий «Планета ресурсов» пройдет в Адлере с 13 до 15 часов в районном Доме культуры. Сочинские конькобежцы принимают участие в первенстве Краснодарского края по шорт-треку. Соревнования проходят в нашем городе на арене Ледового дворца «Большой». На этом льду ребята, которые всегда готовы вступить в гонку. Скорость, реакция, дисциплина и бесконечное движение вперед – вот что удерживает спортсменов в этом виде спорта. На Кубани шорт-трек считается динамично развивающимся. В нынешних соревнованиях в первенстве Краснодарского края и одновременно города Сочи участвуют 50 человек. Здесь они могут получить путевку на всероссийские соревнования. Первые четыре девочки и четыре юноши поедут на соревнования, где будут бороться с Москвой, с Подмосковьем, с Рыбинском. У них будет отбор на финал первенства России. То есть есть за что бороться. Ребята на Кубани по мне очень перспективные. И характер у здешних ребят и у девочек, я бы сказал, нисколько не уступает сибирским характерам, которые у нас по всей России всегда – вот сибирский характер. Вы пообщайтесь и посмотрите, как участвуют в соревнованиях в Южане, тогда будет видно. Популярность шорт-трека пока не так высока, признаются сами тренеры. Тот бум, который начался в крае после Сочинской Олимпиады, немного спал. Многие просто не понимают этот вид спорта. На самом же деле шорт-трек – не просто бег на коньках, но и тактическая борьба. Здесь нужно не только рассчитывать силы на дистанцию, но и предугадывать планы соперников. Необходимо сохранять холодную голову, несмотря на то, что это гонки. Скорость, мотивация, драйв-кап – это очень интересно. В нашем виде спорта очень сложно удерживать себя на коньках, позицию свою. Надо за каждую секунду бороться. Мне подходит этот вид спорта, потому что я не люблю, когда танцуют. Мне нравятся именно жесткие виды спорта, когда можно побежать или показать свой характер. Есть некий азарт, обгона, потом лед, опять же, такая опасность есть какая-то, но это завлекает. В Сочи есть все, есть лед, оборудование для стартов, для всего. Все условия есть для достижения высоких целей. Высокие достижения – это и есть главная цель тренера в Центре олимпийской подготовки Краснодарского края. И на Сочи – большие ставки. Город-курорт – один из двух муниципалитетов края, где культивируется этот вид спорта. У нас есть сборная Краснодарского края, которая формируется из детей сочинских и армавирских. В других городах пока что нет у нас команд. И очень хорошо, что у этих детей есть возможность проявлять себя в олимпийском виде спорта и также составлять хорошую конкуренцию на российском уровне. Мы очень надеемся, что мы все-таки в этом году приблизимся к своей мечте и совместными усилиями нашего края пополним сборную России нашими спортсменами. Первенство края и города Сочи – это не только шанс представлять край на всероссийском уровне, но и возможность получить или повысить разряд, улучшить свои показатели. А еще почувствовать олимпийский дух борьбы, который до сих пор привлекает спортсменов в город Сочи. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочинские спортсмены узнали секреты корейского боевого искусства. Мастер-класс по олимпийскому виду тхэквондо для воспитанников пятой спортшколы провел тренер высшей категории Фахредин Умаров. Этот урок для воспитанников секции тхэквондо пятой спортшколы был необычным. Несмотря на то, что часть спортсменов уже имеет желтые пояса, некоторые секреты ведения боя они узнали впервые. Шлен, накладочки, бандаж, женский бандаж. Вы же терминаторным будете, правильно, да? И в этой атмосфере попробуйте шевениться. Как сохранять энергию, правильно дышать и чем отличается классическое тхэквондо от современного? На все эти вопросы будущим чемпионом ответил заслуженный тренер по тхэквондо республики Узбекистан, обладатель черного пояса, шестой дан Фахредин Умаров. Он воспитал много чемпионов Азии и мира. На встрече с сочинскими спортсменами Умаров акцентировал внимание ребят не только на физической подготовке, но прежде всего на мотивации. Когда родители приходят в спортивный зал, у них в голове должна одна мысль только – стать олимпийским чемпионом. Совершать честь родины, семьи, сделать себе спортивную карьеру. А не так просто прийти, позанимался для себя, для любительских, для здоровья, чтобы постоять за себя. Это неправильное понятие. Тот, кто решил заниматься олимпийским тхэквондо, должен всегда думать о пьедестале, считает наставник. Не готов – лучше попробовать другой вид спорта. Тем более, что в пятой спортшколе есть выбор. У нас в спортивной школе три отделения. Это настольный теннис, греко-римская борьба и тхэквондо. Олимпийская тхэквондо и тхэквондо и тхэквондо. Все условия для занятия спортом в нашей школе созданы. Открываются новые залы, проходят соревнования и мастер-классы. В пятой спортшколе сегодня занимаются более 800 человек. Занятия проводятся как по индивидуальным планам, так и групповые. Школа муниципальная и посещение секций бесплатное. Кстати, воспитанники этой спортшколы стабильно показывают отличные результаты на турнирах разного уровня – от городских до международных. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. Ну и также в социальных сетях, группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok